В Национальном центре сучасных мастатств протягивается выстава «Словниковый запас». Экспозиция, складенная с творог сучасных авторов и работ с фондовых коллекций, знакомит с широким напрямку в мастатстве конца 20-21 годов. Моя коллега Татьяна Жданова сострелилась с отделником проекта мастаком Андреем Печушкиным и доведалась про выключную творчость, концептуальный подход в работе и многое иншее. Андрей, здравствуйте. Большинство ваших картин оставляют ощущение тотальной бизантропии. Откуда столько грусти в молодом человеке? Мне кажется, сейчас в целом как-то мир наполняется какими-то беспокойствами, и у молодого поколения беспокойства только растут. Опять же, плюс очень много сейчас информации со всех сторон, всякие, не знаю, как минимум соцсети, которые уже постоянно тебе показывают какой-то успех или не успех, и ты наполняешься этим всем. И получается такое какое-то саморазрушение, что ли. Плюс через разрушение можно прийти к какому-то новому, к какому-то рождению. А вы согласились бы с тем, что ваш герой – человек, противопоставляющий себя миру? Да, мне, кстати, нравится эта метафора. Красивая звучит. Тем более, у меня даже была серия с супергероями в прошлом году. Там как раз были супергерои, которые противопоставляли себя миру, но их проблема была в том, что они не могут разрешить какие-то проблемы мира, они не могут разрешить свои проблемы. Вы увлеченно рисовали с самого детства. А как приходило понимание себя в искусстве? Опять же, начиналось с одного метода живописного. Например, после колледжа я очень много делал натюрмортов, потом портреты, потом что-то еще, что-то еще. И вот пришел примерно к тому, что и сейчас имеется. Это фигуры, это какой-то абстрактный фон, который каким-то образом соединяется с фигурой. Может быть, какие-то отсылки на историю, либо на популярную культуру. Искусство приветствует индивидуальности. Ответили ли вы для себя уже на вопросы, в чем я особенно хорош и что умеет только я? Мой конек – это работа с ярким цветом. И я бы даже сказал, наверное, удачная работа с ярким цветом. И какой-то определенный подход композиционный. Потому что то, что я как складываю, как я думаю композицию, оно достаточно считывается часто. И даже, например, когда я там ученикам объясняю, как работать с композицией, они делают какие-то эскизы, люди могут сказать, о, вот это Копичушкин ходил на занятия. А как убедить зрителей в своем исключительном, ни на чье не похожем творчестве? Мне кажется, для художника очень важно не подстраиваться по зрителю, не думать о том, что зритель подумает, а сделать то, что он хочет. И уже там зритель, если хочет, потянется, потянется какой-то куратор. Сделать искренне, сделать классно, качественно. И если это правда все совместится, искренность, качество работы, может быть, какое-то попадание в нерв какой-то временной, то так или иначе зрители потянутся. Я примерно представляю, какая у меня аудитория моих работ. Это в основном 15 и до 30 лет. Опять же, я понимаю, что я попадаю в их какой-то взгляд на мир. И это интересно. Но в то же время тех, кто постарше, не всегда понимают, что я хочу сказать. И не принимают, но я такой, ну ладно. А лично в вашем апогеем развития мог бы стать гиперреализмом? Скорее, моим апогеем развития может стать какие-нибудь колоссального масштаба, не знаю, инсталляции. Потому что, опять же, мне нравится искусство масштабное и по смыслам, и по размерам, которое как-то нарушает, может быть, пространство окружающее, галереи, которое вмешивается в окружающую среду, как-то вызывает зрителя на какой-то контакт. Мне хочется такого достичь, чтобы вот мое искусство нельзя было игнорировать. А там неважно, нравится он тебе или нет, ты в любом случае должен с ним столкнуться и как-то отрефлексировать потом. И все-таки, несмотря на тотальный пессимизм, доля юмора в ваших работах присутствует? Ну да, какая-то ирония в моих работах, и хорошо, если это считывается. Не без этого. Потому что, мне кажется, когда совсем все такое на надрыве, на каком-то совсем серьезных щах, скажем так, ну это тоже хорошо, тоже может быть искусство такое, но, наверное, это просто не мое. Андрей, благодарим за встречу и за ваше творчество.